всем привет с вами ирина и канал my diy life и сегодня как обычно в начале недели садовый влог во первых я хочу попросить прощения моих зрителей за то что влог не выходил на прошлой неделе если вы смотрели основное видео то наверное знаете что у меня сейчас идет ремонт в комнате сына я очень торопилась закончить самые грязные работы до момента его приезда он уезжал на две недели на море поэтому совсем не было времени заниматься садом ну а кроме того у нас сейчас подмосковье царит совершенно изумительная погода в последний месяц кто живет в подмосковье думаю понимает о чем я поэтому работать в саду приходится урывками между дождями потому что дожди каждый день с утра днем вечером в любой момент вот даже сейчас вроде бы выглянуло солнышко но пока я настраивала камеру начало что-то капать с неба я очень надеюсь что я успею доснять влог до того момента как польет опять дождь поэтому давайте не будем затягивать покажу вам чем буду заниматься в эти выходные ну а заниматься я собираюсь посадкой пересадкой роз конечно вроде бы сейчас не совсем то время когда нужно сажать розы обычно это делают весной потому что именно весной наибольший выбор саженцев у нас в магазинах но так же получилось в одном магазине я наткнулась на акцию по покупке штамповых роз при покупке двух штампов третий давался в подарок до конца июля у них была эта акция и я конечно не устояла купила себе три новых штампа но заодно набрала несколько кустов роз потому что у меня есть еще два местечка в саду который я давно хотела обустроить переделать и вот сейчас покажу вам многие меня спрашивали по поводу посадки роз что я делаю и как как готовлю почву и все такое вот сейчас вам все покажу и постараюсь все подробно подробно рассказать ну а заодно я надеюсь если успею покажу как я пересаживаю розы потому что у меня тоже есть несколько кандидатов которые давно просятся на местечко получше пойдемте вот оно то самое место которое собираюсь обустраивать здесь у меня растет штамп розариум и тарзан который я в прошлой осенью если вы помните если смотрели лечила от ржавчины вот как видите он оклемался более-менее еще конечно не нарастил полностью массу но уже неплохо выглядит ну и вот здесь у меня был такой заросший кусок у меня тут рос куст барбариса который очень сильно разросся и мне очень мне нравился папоротники и сорняки вот я все вот это расчистила и сейчас вот здесь хочу посадить несколько кустов роз и хочу посадить второй штамп в пару к розариуму вот он штамп который я буду сажать это сорт босс кобель он даже с цветочком штампа у меня на сказать очень довольна видите такой достаточно уже хорошо развитая крона округлый кустик и кстати сказать весь в бутонах его продавали вот в таком большом горшке огромном саженец посажен туда весной то есть но это собственно не совсем контейнерная роза а скорее роза посаженная на доращивание и вот остальные кустики которые я купила в комплект я собираюсь подсадить к нему ванессу белл уинтер лодж кстати даже немножко цветет хотя уже конечно попу поврежден дождями и гуэрна си это очень красивые цветки я очень надеюсь что он хорошо будет смотреться вместе с остальными то есть такая очень нежная композиция бело-желтая роза белая роза и белая розовая роза причем гуэрна си и так на еще и хамелеоне должен быть очень красивый сорт я прямо жду в нетерпении когда увижу первые цветочки кстати большой плюс посадки осенью или вот в августе как сейчас то что роза можно сразу давать цвести потому что они конечно должны успеть вызреть до зимы поэтому бутоны обычно уже так активно не удаляют и можно сразу посмотреть что же расцветет всем я думаю всегда ужасно и любопытно когда сажаете новую розу как она зацветет дождаться первых цветов ну давайте вернемся к посадке это конечно первое самое главное с чего мы начинаем подготовку к посадке это готовим почву по поводу подготовки почвы если вы читали всевозможные пособия по посадке роз обычно пишут знаете такие рецепты что нужно добавить в яму ведро глины два ведра песка три ведра какого-нибудь чернозема или перепревшего навоза горсть птичьего помета горсть суперфосфата еще желательно две горсти земли с могилы девственницы причем взятую непременно в полночь но это конечно была шутка но на самом деле обычные рецепты такие очень скажем так структурированные да то есть вот нужно взять ведро того два ведра сего и все вот это смешать и получить земляную смесь на на самом деле эта штука конечно очень очень примерной и я думаю что подобные рецепты даются просто для того чтобы вроде бы облегчить новичкам жизнь хотя мне кажется это способно только кого-то запутать ну потому что согласитесь глина у всех разная песок тоже разный и соответственно даже если вы строго следуете рецепту все равно вот это вот земляная смесь она получится в результате очень разное в разных местах в зависимости от того какую вы землю берете какой навоз какой песок и тому подобное в принципе любой смысл подготовки почвы к посадке роз в том чтобы почва была во первых достаточно рыхлая во вторых она должна быть достаточно плодородная потому что роза у нас любят покушать я думаю все вы это знаете в третьих плодородный слой должен в итоге быть достаточно глубокий потому что у розы глубокие корни они идут вглубь поэтому и копается там до большая яма в которую вот все заправляется все эти вкусности для роз поэтому подготовка почвы конечно будет очень сильно зависеть от того какие почвы вы имеете в наличии изначально да если у вас старый сад как у меня если вы сажаете в старую клумбу которую уже много раз удобряли готовили то это одна песня если вы сажаете на новом участке где до вас еще никто ничего не сажал у вас что называется целина то это совсем другая история но в любом случае смысл подготовки почвы под розовую клумбу он всегда одинаковый вам нужно сделать почву хорошо структурированы рыхлой при этом влага емкой чтобы она хорошо задерживала влагу но и конечно же плодородный и именно улучшение плодородия почвы это скажем так то самое главное к чему вам нужно стремиться когда вы готовите почву то есть если у вас песчаная почва если у вас глинистая почва и в том и в другом случае пол может улучшить ее структуру чернозем или перепревший компост или перепревший навоз потому что вот это вот плодородная субстанция да которая получается в результате переработки органики микроорганизмами она одновременно и улучшает влагоемкость и улучшает структуру почвы то есть песчаная начинает лучше задерживать влагу а глинистая почва начинает быть более рыхлой и ее легче скажем так осваивать корням поэтому честно говоря я когда готовлю почву под розы я ограничиваюсь тем что я добавляю как можно больше органики то есть на практике это означает что я беру просто несколько вёдер компоста и добавляю в посадочную яму и в общем то больше помимо этого я ничего не делаю потому что ну согласитесь если пользоваться вот этими рецептами да там брать ведро глины два ведра песку нужно же где-то брать этот песок эту глину этот торф далеко не у всех у нас есть она в наличии а вот компостная куча или какая-то компостная конструкция обязательно должна быть на вас на участке вы обязательно должны если у вас есть розы либо навоз либо компост вносить как можно чаще потому что это то что розы любят больше всего поэтому я сейчас принесу сюда несколько ведер компоста выкопаю яму и начну посадку яму обычно где-то полметра на полметра ну а в глубину но как получится лучше конечно тоже около полуметра у меня обычно когда копаю землю вот сначала идет плодородный слой он разной толщины в зависимости от места в саду здесь у меня старая клумба достаточно глубокий потом идет чистая глина и потом идет такая уже белесая глинистая субстанция по-моему это называется подзол то есть у нас здесь подзолистой почвы вот я стараюсь докапываться вот до этого белого и глину выбирают кладываю в сторонку а в яму уже высыпаю плодородный слой и смешиваю его с компостом или с перепревшим навозом чаще конечно с компостом потому что навоза не так много обычно бывает да скажем так состоянии чтобы яма опять стала вровень землей то есть всю неплодородную глину я стараюсь заменять на компост и в самых крайних случаях я в принципе могу даже в чистый компост роза посадить она очень хорошо при этом растет ну меньше слов больше дел давайте копать следующее что нам нужно сделать для подготовки почвы это накопать той самой плодородной субстанции я вас привела нас затворки которые обычно не принято показывать тут конечно все не очень декоративно у меня вот такие две пластиковые емкости сборной они честно говоря не очень мне нравится как видите вот одна уже покосилась не очень они прочные но в общем то свою функцию выполняют и ладно здесь у меня компост сюда мы складываем все растительные остатки сырники все все что есть органического в саду ну и вот сейчас я накопаю несколько ведер этого черного золота для роз и перенесу их яму мне понравились эти ящики тем что можно одновременно и готовить компост и снизу так вот выгребать свежеприготовленный безусловно можно было сделать что-то самодельное но мы решили не заморачиваться в данном случае и купить готовый хотя не исключено что со временем соберем что-то свое по всем правилам то что по правилам вообще компост делается из трех секций в первую секцию вы собираете растительные остатки второй дозревает и третий это готовый из которого вы уже берете компост у нас тут получается все в одном не совсем правильно но на третье место к сожалению здесь нет поэтому вот как то так получилось сейчас я наполнила яму до того состояния когда горшок со штампом встанет вровень с землей так что сейчас уже можно опускать туда розу чем сейчас мы и займемся ну и дальше уже будем присыпать точно также смесью компоста с плодородным слоем как вы видели горшок мы разрезали потому что иначе он очень тяжелый его был просто невозможно вытащить с кустовыми розами у которых горшки поменьше конечно все проще ну и мне остается только засыпать яму с боков для того чтобы окончательно садить розу последнее что нам остается сделать с розой это полить ее раствором стимуляторов для того чтобы она побыстрее укоренилась побыстрее пришла в себя после пересадки то что даже конечно для контейнерного штамба пересадка это всегда стресс поэтому сейчас я разведу гумат и полью саженец гуматом натрия и вот готовый результат я к сожалению не успела снять до дождя это как я уже говорила штамп сорта боскобель вот видите один цветочек у него распустился надо сказать несмотря на то что кустик очень хороший очень хорошо сформированный вот с розарио миттерзен явно видно что ему все таки не хватает или азота или железа я склонна думать что все таки железо сейчас я покажу поближе вот видите у него листочки с очень характерным рисунком так что буду делать ему вне корневую подкормку для того чтобы он получше себя чувствовал у него в ножках у меня сидят ванесса белл герноси очень большие надежды на него возлагаю и у интер лодж белая к ним я подсадила всяческие травки хаканихлою осоки малинию и перловник кое-где они достаточно близко к розам сидят это скажем так для создания мгновенного эффекта для того чтобы клумба не казалось очень уж пустой со временем когда розы разрастутся возможно что-то придется отсаживать тем временем дождь пошел сильнее постараюсь сейчас успеть показать вам вторую цветник здесь посадок совсем немного это а из он ю еще одна немахровая с глазками роза мне кажется на штамме будет очень красиво смотреться и вот здесь я подсадила и дэн роз или пьер дэрансар очень люблю этот сорт я его потерял несколько лет назад очень хотела восстановить и вот наконец посадила у меня здесь будет композиция из балерины пьера дэрансар и а из он ю все в розовых тонах здесь еще леонардо и голубые елочка и пихта мне кажется все вместе будет очень красиво смотреться до забыла вот здесь у меня еще растет и англиусе дас он тоже холодного розового тона поярче чем пьер дэрансар мне кажется все вместе будет красиво посмотрим на следующий год что получилось и вот эту розочку я планирую пересаживать отсюда это молнинг мист сорт остина я в прошлом году в этом месте убирала все все розы и она была еще маленькой видимо я ее пропустила но в этом году вот она подросла побольше расцвела мне безумно она нравится у нее достаточно крупные цветки очень красивые тычинки и вот такой вот нежный лососевый цвет я ее буду пересаживать вместо получше покажу вам как я это делаю для выкопки роз при пересадке я обычно пользуюсь вилами для того чтобы максимально сохранить корни потому что лопата конечно их обрубает а вилы позволяют минимально скажем так повреждать корневую систему ну а наша цель как вы понимаете максимально сохранить те корни которые есть у розы я со всех сторон обкапываю куст меня спрашивали нужно ли стараться сохранить ком конечно если у вас сюда если вам удастся сохранить ком это будет замечательно но честно говоря мне ни разу не удавалось потому что розы такая корневая система что чуть что земля с корней очень легко осыпается поэтому я обычно стараюсь просто сохранить максимальное количество корней но земля у меня с корней практически всегда осыпается то есть с комом мне пока еще розы не удалось пересадить ни разу в принципе ничего страшного в этом нет если вы правильно все сделаете роза очень быстро восстановится у меня несколько кустиков на перстянок выросло их тоже постараюсь сохранить кстати сказать у меня обычно все пересадки сопровождаются страшной разрухой потому что для того чтобы что-то посадить мне нужно сначала что-то выкопать потому что сад старый и места уже мало поэтому если я что-то сажаю пересаживаю или что-то меняю в саду то обычно у меня такие масштабные разрушения получается кстати напишите мне в комментариях под видео как это происходит у вас получается ли у вас сохранить скажем так внешний вид клумбы которую вы изначально задумывали или вы тоже постоянно что-то меняете что-то пересаживаете у меня это на самом деле достаточно большая проблема я постоянно что-то таскаю с места на место на меня ругаются домашние потому что ну нет ни одной наверное клумбы которой я была бы на сто процентов довольна до сих пор есть какие-то участки которые более-менее меня устраивают но все равно хочется что-то улучшить что-то подсадить что-то убрать ну и плюс конечно сад это живой организм он постоянно меняется там что-то растет что-то разрастается сильно что-то увы погибает поэтому все это вот в таком постоянном броуновском движении и я каждый год что-нибудь обязательно пересаживаю причем пересаживаю достаточно много напишите мне у вас она так же или я одна такая вот она наша красотка я его выкопала и сейчас понесу на новое место жительства мы пришли на новое место жительства наши розы яму я приготовила точно так же как для посадки новой розы как я уже рассказывала при посадке штамба мы берем нашу розу вот как видите да земля у нее почти вся осыпалась здесь остался небольшой ком но я думаю это только из-за сорняков и наша задача теперь максимально аккуратно расправить и расположить корни в яме я сейчас выберу немножко земли для того чтобы она туда хорошо поместилась при посадке мы конечно стараемся корневую шейку оставлять в уровень поверхности если мы слишком сильно заглубим нашу розу то она ослабеет и будет хуже расти ну а если сильно будет торчать место прививки то в этом случае будет очень много дичков появляться кстати если вот у вас много дичков на розах появляется то проверьте где у вас место прививки возможно просто роза немножко выперла из земли и прививка сильно над поверхностью находится освещается солнцем и это стимулирует шиповник давать те самые дички побеги от корня так я разместила корневую систему как мне нравится и засыпаем корни землей если у вас после того как вы все посадили вы видите что у вас чуть-чуть роза ушла в землю например вы полили и она чуть-чуть туда утонула это ничего страшного можете просто вот так чуть-чуть аккуратно ее приподнять в рыхлой земле это делается без проблем и все хорошо ну и дальше собственно мы конечно не можем оставить розу как есть потому что она пересаженная ей плохо у нее повреждены кормни ей конечно нельзя сейчас давать свести поэтому я ее обрежу для того чтобы немножко компенсировать потери корневой системы потерей веток так сказать в данном случае я где-то на половину высоты обрежу вот так вот ей будет проще пустить все силы на наращивание новых корней ну и конечно точно так же как и посаженный штамп посаженные розы я полью ее раствором гумато натрия для того чтобы она быстрее восстановилась быстрее нарастила новую корневую систему как видите все очень просто в общем то ничего сложного в этом нет и в принципе даже в достаточно взрослом состоянии если вы достаточный объем корней скажем так сохраните розы при хорошо очень переносят пересадку и вот именно сейчас то тот период когда лучше всего это делать середина августа обычно но сейчас начало августа но учитывая что у нас прохладная погода каждый день дожди вот дождливая погода на самом деле единственный ее плюс в том что дождливую погоду очень хорошо проводить пересадку потому что конечно во влажную погоду любые растения пересадку переносят гораздо лучше и быстрее восстанавливаются ну что же я надеюсь что сегодняшний влог получился интересным и полезным как обычно жду ваши вопросы и замечания в комментариях на сегодня все всем пока итак первое что нам нужно сделать перед посадкой это взять варежки